Василь, я понимаю, насколько вам больно. Я понимаю, как вы волнуетесь за близких. Я всё понимаю. Понимаю, как вам надо выбирать каждое слово. Потому что нас смотрят на Украине, и я всё понимаю. Ну, насколько возможно понять. Медведчук исчез из-под домашнего ареста. Как я понимаю, там идёт некое движение, попытка начать мирные переговоры, или, скажем так, просто переговоры. При этом довольно странная тема. Запрашивают всех об организации этих переговоров. И Швейцарию, и, например, министр Израиля. Сейчас идёт беседа, но так на границе между Белоруссией и Украиной. Но в этот раз мы больше не верим. Поэтому Верховный Главнокомандующий сказал, что не прекращать. Наступление БВД. Понимаете, Володя... Что происходит на Украине, в Киеве? Меня, кстати, знаете, что смущает? Меня смущает дикое количество фейков. Вот эти заявления, что столько-то тысяч русских уничтожено, столько-то танков, столько-то самолётов. Я не хочу... Они даже не понимают, куда эту информацию могут брать. У них нет уже центральной системы управления. Знаете, Володя, сколько раз я был в вашей программе, и говорил, может быть, стоит начать с этих слов, что я никогда не говорил от имени Украины, и сейчас не буду говорить. Конечно. У меня есть родственники, у меня есть друзья, у меня есть семья. Ну, пожалуй, отчасти из них я могу высказаться. Это дом, в котором я живу в городе Киеве, многоэтажный. В подвале дома находится бомбоубежище. И соседи, которые я переписываю с ними, они пишут обычную жизнь киевлянина, то есть для них, что происходит, как они находятся там, когда комендантский час у нас в Киеве, как они выключают свет. Ну, собственно говоря, они говорят о жутких вещах, но плохо или хорошо, но кто уже есть, люди начинают привыкать к этой ситуации. Называют ее войной. Скорее всего, эта война и есть. Многие люди из Киева выехали и застряли в пробках. Кто-то застрял в пробке на половину дороги ко Львову, кто-то вообще в каком-то селе, потому что не хватает бензина. То есть такая... Но российские войска пропускают? Но это прифронтовая жизнь. Василь, а российские войска пропускают те, кто хочет уехать из города? И сейчас, вот что плохо, взорваны мосты. Я неоднократно в вашей передаче на вечере говорил, что бои, самые бои жесткие, идут в районе под Киевом. Это Гастомель, населенный пункт Буча, Ирпень, Ворзель, то есть маленькие городки, которые находятся на западе от Украины. Фактически оба моста, которые... Западе от Киева. Западе от Киева, да, прошу прощения. Оба моста Киев с этими городками взорваны. Кем? Украинские. Просто взорваны. Даже я спрашиваю у местных людей, они говорят взорваны. Не знаем. Сама Украина заявляет. Войска, российские войска, которые уже сейчас десантировались в Гастомеле, они распространяются по территории Киевской области, идут бои именно там. Например, город Буча, уже... То были российские войска, теперь отбили. То опять есть. Показывают... Достоверные информации. Фотографии, да. И я не буду говорить о жертвах, не хочу говорить о числах, потому что это... С обоих сторон идет очень много плохой информации. Нет, заметьте, мы ни разу не давали о количестве погибших украинцев. Принципиально. Например, это город Киев. Но, понимаете, Володя, так получается, что у нас идут две войны. В Украине. Одна, вот, господин Мирошник говорил о том, что творится на Донбассе. А вторая, широкомасштабная, которая украино-российская или русско-окраинская война идет, она идет по всей территории Украины. Но она как бы не по всей физической территории, потому что основные бои идут. Вот Херсон, это юг под Крымом, это возле Мелитополя. Херсонская область, частично там уже часть городов, действительно, мэры городов выходят и говорят, здесь уже российская власть. То есть выходит мэр города и говорит, у нас российская власть, у нас вот, ну, даже из тех слов, которые он говорит, нету, не звучат слова о том, что россияне, российские войска, там, мирное население кошмарят. Просто вот как факт. Спасибо.